Шелушится кожа у новорожденного между пальцев. В норме кожный покров здорового человека отличается целостностью, однородностью, отсутствием шершавых или выделяющихся цветом пятен, прыщиков, пустыл и т.д. Однако младенец, только что появившийся на свет, является исключением. Новорожденный ребенок первое время проходит период адаптации к новым условиям, температурному режиму, уровню влажности и т.д. Поэтому наличие сухих участков и чрезмерного шелушения кожи – вполне естественное и временное явление. Заметить эритему у ребенка можно уже через несколько дней после рождения. Чаще всего с этим сталкиваются переношенные дети. Кроме обильного шелушения, как правило, встречающей гаси между пальцев, за ушами или на сгибе конечностей, можно заметить покраснение. А также токсическую эритему в виде желтовато-белых прыщиков. Через несколько недель все проходит самостоятельно и не требует принятия специальных мер. Если после месяца кожа все так же облазит, или появились новые симптомы, не лишним будет обращение за медицинской консультацией. Признаки и симптомы какого заболевания, когда облазит кожа. Усиленное обновление клеток эпидермиса, внешне проявляющееся в виде шелушений, является симптомом огромного количества заболеваний. Примерный список наиболее распространенных из них, а витаминоз характерен для зимнего и весеннего периода, когда в силу естественных причин в организме ребенка может наблюдаться дефицит питательных веществ. Как проявление, у ребенка облазит кожа на пальчиках, аллергические проявления шелушений кожи может быть признаком атопического и контактного дерматита, хронической экземы и других аллергических реакций, нарушение работы ЖКТ, проблемы с поджелудочной железой, дисфункция кишечника, дисбактериоз, могут отразиться на состоянии кожи и привести к чрезмерному шелушению, грибковые заболевания вызываются паразитирующими грибками, которые часто поражают ногти, участки между пальцами и подошву ступни. Главным признаком болезни является наличие чешуек, изъявлений, трещинок на коже, псориаз, неинфекционное заболевание, проявляющееся в виде красных шелушащихся пятен, сопровождаемых зудом. Чаще всего характерные бляшки локализуются на локтях, коленях, в волосистой части головы, наличие глистов, шершавость и покраснение. Кожи могут быть одним из ряда симптомов заражения глистами, ихтиоз – генетическое врожденное заболевание, признаки которого в большинстве случаев видны невооруженным взглядом, чрезмерно сухая кожа, визуально напоминающая рыбью чешую, скарлатина – инфекционное заболевание, возбудителем которого является стриптококк. У больного наблюдается высокая температура до 39 градусов, созудящая сыпь по всему телу. Через несколько дней можно заметить обильное шелушение, в частности сильно облазит кожа на ладошках, чесотка паразитарная заболевание, вызванное чесоточным клещом. Характерен очень сильный зуд, усиливающийся к вечеру и в ночное время, наличие чесоточных ходов, внешне проявляющихся в виде красных узелков. Признаки недуга можно обнаружить на игодицах, животе, руках и т.д. могут облазить подушечки пальцев кожи ребенка, шершавая кожа, высыпания на кожу у детей. При отсутствии других симптомов чрезмерно сухая кожа и шелушение у ребенка может свидетельствовать о нехватке витаминов неблагоприятных климатических условиях аллергическом дерматите. Если вы стали наблюдать, что кожа ребенка становится сухой и шершавой в зимнее время или ранней весной, скорее всего, организм сигнализирует о нехватке витаминов А, Е. Для восполнения дефицита питательных веществ добавьте в рацион ребенка продукты, богатые данными витаминами продукты, содержащие витамины А, печень, икра, рыбий жир, яйца, морковь, абрикосы, персики, сливы, тыква, красный перец, картофель, продукты, содержащие витамины Е, цельное зерно, орехи, семечки, шпинат, брокколи, оливковое, льняное масло. Кроме этого, внешним фактором, который может стать причиной шелушения кожи является воздействие холода и ветра. В этом случае обычно страдают руки или лицо. Для решения проблемы следует пользоваться специальным детским кремом перед выходом на прогулку, а также надевать ребенку теплые варежки. Часто шелушение кожи является симптомом аллергии. Это может быть как пищевая аллергия, так и реакция на бытовую косметику, медикаменты и дыры. При этом шелушению сопутствуют такие признаки, как сыпь, покраснение, шершавость, шершавые пятна на теле у ребенка. Появление шершавых участков кожи – довольно распространенное явление среди детей первых трех лет жизни. Если вы обнаружили на теле ребенка шершавые пятна с мелкой красноватой сыпью, скорее всего вы имеете дело с атопическим дерматитом. При этом в утреннее время поле снасы может быть незаметной и лишь на ощупь можно обнаружить сухую шероховатую кожу. Возможно появление пятен на разных участках тела, чаще на щечках, ручках или ножках. Во время обострений, в частности зимой, пятна становятся раздраженными, красными и выпуклыми причиной атопического дерматита. Может быть наследственная иммунная система, реагирующая на аллергены в продуктах питания и окружающей среде, а также генетическая. Предрасположенность к сухости кожных покровов атопическая кожа нуждается в специальном уходе и увлажнении. Кроме того, важную роль играет необходимость исключения аллергена, соблюдение диеты и осторожный подбор косметических средств, одежды и всего, что контактирует с кожей ребенка. Шершавая или сухая кожа может быть также следствием сухого воздуха, хлорированной воды, злоупотреблении отварами трав при купании, недостатка влаги в организме и т.д. Тело ребенка, белые пятна, красные пятна, высыпание на кожу. Возможными заболеваниями, симптомами которых являются белые пятна, отрубевидный лишай – грибковое заболевание эпидермиса. На первых этапах проявляется в виде шелушащихся пятен розоватого цвета, а при воздействии солнечных лучей, пятна становятся более заметными и приобретают белый окрас. Обычно местом локализации является шея, грудь, плечи, спина. Среди причин возникновения таких неэстетических пятен, повышенная потливость, гормональная перестройка, характерна подросткам. Несоблюдение правил гигиены опасности данное заболевание не представляет. Главное, вовремя обратиться к дерматологу, который назначит соответствующую противогрибковую мазь. Витилиго представляет собой заболевание, связанное с нарушением пигментации кожи, в результате чего наблюдаются четкие белые пятка, которые могут шелушиться. Чаще всего, данный недуг является наследственным. Кроме этого, болезнь может развиться после перенесенной инфекции, в силу нарушений в работе нервной эндокринной системы при аутоиммунных заболеваниях. Красные пятна возникают на теле гораздо чаще и в большинстве случаев не являются симптомами серьезных заболеваний. Тем не менее, причинами появления покраснений могут быть аллергия, стресс, укусы насекомых, инфекционные заболевания. Корь, ветрянка, скарлатина, краснуха, покраснение, как правило, не возникают сами по себе без других симптомов. За исключением случаев, когда речь идет о временных покраснениях при плаче ребенка, перегреве, нервных переживаниях. В остальных случаях красные пятна сопровождаются дополнительными симптомами. Чаще всего, это сыпь, зуд, шелушение, в зависимости от сочетания которых можно подозревать наличие того или иного заболевания. Высыпание у детей, особенно в раннем возрасте, частое явление. Для маленьких детей покраснение в сочетании с сыпью может свидетельствовать о наличии потницы, опрелостей или аллергии для. Потницы и опрелостей характерны влажные красные пятна в складках кожи, которые возникают вследствие чрезмерного перегревания ребенка. Несоблюдение гигиены, если имеет место покраснение плюс и плюс шелушение, в подавляющем большинстве, это симптомы аллергии, которую ребенок может и перерасти. У старших детей, после года, высыпания на теле могут быть следствием инфекционных заболеваний, каждая из которых имеет свою симптоматику. И требует своевременного диагностирования лечащим врачом ноги ребенка. У ребенка на ноге облазит кожа, что делать? Если вы заметили, что на пальцах ног ребенка или между ними кожа шелушится и облазит, вероятными причинами могут быть грибок, аллергия, витаминоз, некачественная обувь. Для первичной диагностики вы можете предпринять следующие действия. Обратите внимание на наличие других симптомов – сухость на иных частях тела, наличие зуда и дыры. Проверьте, не прият ли ножка ребенка в обуви, обеспечьте надлежащее увлажнение кожи, скорректируйте рацион питания. Если шелушение не вызывает у ребенка дискомфорта, и другие признаки, указывающие на возможное заболевание отсутствуют, то соблюдение вышеуказанных рекомендаций поможет восстановить целостность кожных покровов. Если проблему решить не удалось, для выяснения причины необходимо обратиться к педиатру. Облазит кожа на пальцах у ребенка препараты – лекарства. Если ребенок является обладателем сухой, шелушащейся кожи, следует уделять повышенное внимание за ее уходом. Важным принципом должно стать увлажнение питания сухих участков кожи, а также комплексное лечение организма изнутри. Среди лекарственных препаратов для местного лечения применяются мази. Радевит бипонтендиадером наносить мазь следует 2-3 раза в день на сухие участки кожи. При диагностировании аллергической природы шелушения кожи применяют также антигистаминные препараты – фенистил, супрастин, зертек. Для дополнительного питания кожи назначают витаминные комплексы, аевит, мультитапс, изнутри организм следует обогащать пищей, содержащей жирные кислоты омега-3, жирные сорта рыбы, витамины А и Е, а также дополнительной жидкостью. Шелушаться ноги, пальцы на ногах, облезают руки, советы и отзывы. Выясните причину и в случае необходимости пройдите курс лечения. Не купайте ребенка в горячей воде и избегайте частых водных процедур. Хлорированная вода сушит кожу, не пользуйтесь мылом, даже детским. Для сухой шелушащейся кожи существуют специальные увлажняющие средства, для купания поддерживайте в помещении достаточный уровень влажности 40-60%. Не допускайте контакта ребенка с шерстью, синтетикой и другими ненатуральными тканями, дважды полоскайте одежду и постельное белье ребенка. Увлажняйте кожу гипоаллергенными кремами или лосьонами, на основе кокосового масла, облепихи, масла жажаба и дыры. Следите за разнообразием питания ребенка. Предлагайте ребенку больше жидкости. Не следует пугаться того, что кожа может шелушиться и облазить. Клетки эпителия обновляются каждый день. При отсутствии иных симптомов, это не сигнализирует о серьезных проблемах, а лишь требует корректировки питания и дополнительного ухода.